Добрый день, в эфире Ян Арт и тысяча и одна секунда об экономике. И вновь в экономических новостях доминирует еда. В правительстве России предложили не кормить россиян саранчой и личинками мух. Об этом, как пишет агентство Рео, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Цитирую. «Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производители мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», — ответила Абрамченко на вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России. Конец цитаты. В общем, в очередной раз стало понятно, что Запад успешно загнивает. Но это очевидно только если обладать не только мясом, но и памятью личинки мухи. Потому что полтора года назад вовсе не Еврокомиссия и не треклятый Запад, а другой представитель российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, предложил россиянам менять ментальность и переходить на котлеты из личинок мух, которые сам министр отведал в Сочи на выставке Иннопром. Тогдашние слова Мантурова. «Государству нужно поддерживать это направление, а россиянам менять отношение к альтернативному мясу». Более того, именно в эти дни появилась информация, что в России недавно началась продажа снеков из сверчков. Задачкой спрашивается, так какое из заявлений представителей правительства считать верным? То, где предлагается не идти путями разложившейся Европы и не кормить людей мухами, или то полуторагодовой давности, где россиян призвали менять ментальность? Впрочем, не будем делать из мухи слона и подождем дальнейшего развития сюжета с личинками. Что будем кушать, мальчики? Я много. Тем временем эксперты и участники продуктового рынка рассказывают россиянам, рост цен на какие продукты можно ожидать в ближайшее время в первую очередь. По словам представителя Национальной ассоциации оптораспределительных центров и генерального директора компании «Сиберия Капитал» Никиты Решетникова, от 5 до 40% в этом году могут подорожать помидоры, огурцы, яблоки, груши, морковь, картофель, капуста. Но к маю овощи и фрукты по сезонным причинам могут подешеветь, если только не начнется новый виток девальвации рубля. Решетников напомнил также, что из-за повышения акцизов дорожают алкоголь и табак. Ожидается также рост цен на некоторые сорта макарон, йогурты, молочную продукцию, сладости. Время от времени в СМИ появляются сообщения об ограничении наценок в торговых сетях. В частности, такая история звучала в связи со скандальным ростом стоимости яиц. Интересная деталь. Тем не менее, торговые сети в России продолжают укрупняться. Более крупные поглощают более мелкие. В ряде российских регионов местные сети энергично поглощаются федеральными игроками. И вот новый штрих к этой картинке. Успешно переварив супермаркеты Билла, Лента купила сеть магазинов у дома «Монетка». Более 2000 магазинов. Де-факто можно констатировать, вся торговля продуктами в России по большому счету сосредоточилась в руках трех ритейлеров. Магнит, Х5 и Лента. Риски картельных сговоров и злоупотреблений монопольным положением продолжают расти по экспоненте. Как это влияет на цены и какие риски здесь возникают, об этом пока не говорят. Рост цен на продукты затмевает более глобальные сдвиги, происходящие на рынке российской еды. Кстати, яйца, ставшие бестселлером новостей в последние полгода, постепенно начинают уступать пальму первенства другим, например, Дональду Трампу или сериалу «Слово пацана». Зато теперь яйца попали в зону внимания ученых. Портал Daily Carelia на полном серьезе пишет, «Ученые назвали пять причин, почему растут цены на яйцо в России». Почти как в известной песне Игоря Николаева, у которого на это было пять причин. По мнению представителей Пермского политехнического университета, вот эти причины. Во-первых, рост цен на витаминные добавки и медикаменты для кур. Во-вторых, дефицит рабочей силы. Этот вывод вполне в русле отечественной науки. Как сказал один известный друг всех куроводов, кадры решают все. Но ох уж эти ссылки на недостаток мигрантов. Везде они теперь напоминают нам, что без мигрантов тут никак не обойтись. Вот и куры перестали нереститься, а лосо снестись. Впрочем, о мигрантах чуть позже, а мы возвращаемся к итальянской забастовке яиц. Третья причина – аппетиты торговых сетей. Стоп-стоп, как раз об этом мы и говорили, но нас уверяли, что торговые наценки минимальны и контролируются государством. Четвертая причина – птичий грипп. Но тут опять возникает вопрос. Птичий грипп, он и 20 лет назад был птичьим гриппом. И год назад тоже. Только почему-то яйца тогда стоили на порядок дешевле. И, наконец, пятая причина – та, которую озвучили чиновники. Люди стали богаче и стали покупать больше яиц. И вот эту причину преподаватель пермского политехнического Юлия Стародумова назвала неоднозначной. Тут у экономистов есть две полярные точки зрения, говорит Стародумова. С одной стороны, люди могут покупать больше яиц, потому что у них нет денег на более дорогой белок – говядину, рыбу, мясо, курицы. Поэтому они дополняют свой рацион яйцом. С другой стороны, яйца подорожали, потому что люди стали их больше покупать, поскольку стали лучше жить. То есть увеличение потребительского спроса вызвало ожидаемую инфляцию. Конец цитаты. Иными словами, если мы стали хуже жить, налегаем на яйца. Если лучше, тоже налегаем на яйца. Вывод – жить надо средне, тогда и с яйцами. Все будет в ажуре. По-моему, вы слишком много кушаете. В каком смысле? В смысле зажрались. Теперь о кадрах, которых в России дефицит, и через это курица приходит в растрепанные чувства и перестает тужиться. Тема «Как нам не хватает мигрантов», активно раскручиваемая всю вторую половину прошлого года, продолжает развиваться. Но недавно вышло специальное исследование Всероссийского научно-исследовательского института труда, из которого выяснилось, что в России недоиспользуются трудовые ресурсы в числе почти 4,5 миллиона человек. Это безработные и занятые неполный рабочий день. Каким же образом их вовлечь в более активную работу? Авторы исследования предлагают организовать переобучение более нужным профессиям за счет государства, а дальше звучат совсем крамольные вещи. Законодательно повысить уровень зарплат в наиболее дефицитных профессиях в государственном секторе и все-таки проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Но тут авторы исследования явно погорячились. Но кто же будет индексировать пенсии работающим? Гораздо проще везде шуметь о недостатке рабочей силы и лоббировать увеличение числа мигрантов. Вот недавно один из районных судов Москвы даже наказал работодателей, посмевших приглашать на работу, только славян. Дискриминация, однако. Вот не индексировать пенсии работающим пожилым россиянам – это не дискриминация, это можно. В общем, пока всякие там исследователи предлагают несусветную чушь, проблема дефицита кадров решается куда более интересно. 10 тысяч кенийцев отправляются в Россию жить и работать. А заодно и демографию маленько подправят. Обрадуется в этом месте неисправимый оптимист. И это будет правильно, потому что кенийцы, в отличие от кур, менее прихотливы в процессах размножения. Так что ждем подмогу из Кении. Хотели бы вы или мы инвестировать, например, в Яндекс, МТС или Тинькофф на этапе основания этих компаний, еще до того, как они стали гигантами. И получать не 20-30% годовых торгов на бирже, а x5 или x10 доходности. Ведь чем раньше инвестируешь, тем выше доход. Это известная истина. Скорее всего, мы с вами ответим, что в принципе да, но есть проблема. Инвестиции в IT-стартапы на старте недоступны, если у нас нет свободных пару десятков миллионов рублей. А риски таких инвестиций, естественно, слишком высоки, если мы с вами не разбираемся в венчурном инвестировании. Решением может стать краудинвестинговая платформа Brainbox VC, на которой мы можем купить акции IT-стартапов с подтвержденной бизнес-моделью и прошедших жесткий отбор. Такое инвестирование доступно каждому, так как порог входа всего 5000 рублей. Платформа Brainbox VC имеет лицензию Банка России, деньги хранятся на номинальном счете клиента и доступны только самому инвестору. А сами акции хранятся у реестра держателя статус, которым пользуется, в числе прочих, Сбербанк. Я, например, сам инвестировал на Brainbox VC в прошлом году. Раунд стартапа, в данном случае компания MetronPage, успешно собрал деньги. А я уже получил акции и смогу их продать на вторичном рынке или дождаться выплаты дивидендов. Один из проектов, который еще меня заинтересовал, это стартап 360 Max. Это уже рабочий бизнес, и в прошлом году его выручка составила 13 миллионов рублей, а количество клиентов превысило 32 тысячи человек. В чем суть этого проекта? Это физические точки VR кинотеатров с собственной IT-платформой и авторская медиатека VR фильмов. Проект может потенциально стать своего рода таким Netflix в мире VR. А за счет уже собранной базы клиентов он может кратно вырасти и иметь два источника дохода – оффлайн и онлайн. Если сравнивать на совсем простом уровне, то это как iPhone и App Store. Уже есть свои клиенты, которые пользуются физическим продуктом, и им же можно продавать контент по подписке. То есть перспектива проекта весьма интересная. Сейчас цена одной акции проекта – 500 рублей. Прогнозный рост стоимости компании X2 уже через год и 20% дивидендная доходность от прибыли стартапа. Важный момент. Раунд привлечения инвестиций в этот проект заканчивается в конце этого месяца. Поэтому у нас, у вас есть шанс успеть купить акции по минимальной цене. Возможно, это тот самый стартап, который станет новым IT-гигантом. Регистрируйтесь на сайте по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Изучайте стартапы, которые предлагает платформа Brainbox VC, и вы можете инвестировать в них уже сегодня. Что касается демографического провала, о котором заговорили в прошлом году, то здесь пока ясности нет. Напомню, что по данным Росстата в России падает и без того невысокая рождаемость, и за ближайшие годы численность населения страны может упасть до 138 миллионов человек. Предыдущий минимум рождаемости в России Росстат фиксировал в 1999 году. 1 миллион 215 тысяч детей, но нынешний спад оказался еще сильнее. По прогнозу Росстата рождаемость продолжит снижаться. Как только проблема была озвучена, со всех сторон зазвучали предложения, как ее решить. В Совете Федерации призвали девушек рожать, а не получать высшее образование. И это логично. Как сказано в книге Экклезиоста, многие знания, многие печали. А в печали ни одно живое существо не размножается. Кто-то вспомнил старый добрый уже более ста лет апробированный способ призывать к запрету абортов. Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил самое простое решение и в телевизионном эфире призвал всех, цитирую, рожать по приказу Путина. Буквальная цитата из депутата. Президент что сказал? «Традиционные ценности. Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Ты указ президента выполняешь? Задачу выполнил, через 9 месяцев доложил по результату». Конец цитаты. В общем, упал-отжался. Ну или упал-отдался, если речь идет о россиянах иного пола. А вы не могли бы тоже со своей стороны выполнить некоторые задачи, поставленные президентом? Робко пискнет в этом месте неотжавшийся, ну или неотжатый россиянин. Ну, например, такие задачи, как искоренение бедности, повышение зарплат врачам и молодым ученым до двухкратного уровня от средней по региону и так далее. Но тут надо понимать, что через 9 месяцев доложил по результату, это было про приятное, а не про чиновников. В общем, рецептов предложена тьма, а проблема остается. Но в первые же дни Нового года о найденном решении сообщили некоторые из СМИ. Бурятский шаман Артур Цибиков предрек бэби-бум в России. По словам духов предков, которых вызвал шаман, в 2024 году Россию ждет хорошее, богатое, плодородное и счастливое время. Заодно духи предков рекомендовали предпринимателям заняться дедоларизацией, потому что если будут торговать другой валютой, будет нехорошо. Кроме того, шаман предрек победу Владимира Путина на выборах в марте этого года. Тут, правда, можно смело прогнозировать и без бубна. В прошлом году тот же шаман заявил о новом приращении территории России. Буквальная цитата. «США и их народ, конечно же, жаль, но так исторически складывается, что Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей, и несколько штатов объявят о суверенитете. Скорее всего, Аляска и Калифорния вернутся в Российскую Федерацию». Конец цитаты. Народ США действительно жаль, как они там без бубна. Хотя у них вместо бубна есть Трамп и Ким Кардашьян. Но вот каким образом Аляска и Калифорния могут вернуться в Российскую Федерацию, если они никогда в этой федерации не были, это осталось непонятным. Впрочем, с бубном виднее. Будем ждать Бэбби-бум, дедоларизацию и передачу Paramount Pictures под управление киностудией имени Горького. Раз уж об этом предрекают духи предков. Рождаемость связана с ценностями семьи. Об этом тоже много говорят в последнее время, призывая оценить семью российскую и отвергнуть соблазны семьи шведской. По этой логике свой вклад в рождаемость решили внести в Донском государственном техническом университете, где начали разработку игры-симулятора семейной жизни, который, цитирую, будет соответствовать традиционным семейным ценностям. Игра, по сути, представляет собой аналог игры SimCity. Но в нем, в отличие от западных вариантов, не будет представителей ЛГБТ, признанного в России экстремизмом. Как заявили разработчики, проект повлияет на демографию, поскольку в игре нет однополых семей. По этой логике для решения демографической задачи следует изъять из библиотек сочинение Апулея. Того самого, которого отчитал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Потому что мы же с вами понимаем, что начитавшись вслед за Пушкиным Апулея, нас потянет не к Наталье Гончаровой, а к барону Дельвигу. А с Дельвигом какие дети? Неплохо бы избавиться и от жизни 12-ти Цезаря Светония и некоторых пьес Николая Каляды. Ибо там... СРАВАТА! Но вернемся к серьезному, то есть к игре, призванной повысить рождаемость. Участникам игры предстоит не только вести традиционную семейную жизнь, но и строить виртуальный город. Как заявили в группе разработки проекта, сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить город, но и следить за судьбой его жителей. В публикации не уточняется, в каком смысле предстоит следить за судьбой его жителей, но начало многообещающее. Однако интереснее послушать про город. Игрокам предстоит строить школы и вузы, поскольку уровень образования граждан оказывает влияние на то, насколько успешно управляется сам город. Кроме того, нужно будет заботиться и о здоровье граждан. Для этого необходимо следить за тем, чтобы горожане поступали в медицинские вузы, и из них получались хорошие врачи, которые смогут качественно лечить других жителей. Еще один важный фактор виртуального города – уборка мусора и отслеживание его экологического состояния. Если мегаполис будет замусоренным, то жители начнут умирать от плохого состояния воздуха и покидать поселение в поисках лучшего места. Комет цитаты. «Золотые слова» – воскликнет в этом месте традиционно ориентированный россиянин. Но есть вопросы. Первое. Вот это место. Чем выше уровень знаний виртуального населения, тем успешнее будет мегаполис. А как же с раздавшимся в Совете Федерации призывом отказаться от высшего образования ради деторождения? Нисхожайка, однако, безбубно не разобраться. Второе. Вот это место. Нужно заботиться о здоровье граждан, и для этого необходимо, чтобы получались хорошие врачи. А как же с недовыполнением поручений президента принципиально повысить зарплаты медицинских работников? Или виртуальный город без этого захереет, а в реальном и так сойдет? Третье. Вот это место. Еще один важный фактор – уборка мусора. А как же недавний призыв депутата Госдумы Светланы Разворотневой к россиянам не жаловаться на службы ЖКХ, а самим брать в руки лопаты и расчищать дворы от снега? И четвертое. Вот это место. Жители начнут умирать от плохого состояния воздуха и покидать поселение в поисках лучшего места. Непонятно. А разве нельзя было дать игроку право объявить всех, кто уехал в поисках лучшего, мерзавцами и отщепенцами? Да и дело с концом. В общем, игра намечается хорошая, добротная. Но хотелось бы больше параллелей с реальной жизнью. А то возникает ощущение... Я же говорил. Не чисто играют. Тема города, о котором надо заботиться, недавно оказалась в центре внимания не только воспитывающей традиционные ценности игрушки, но и новостных лент. Об аварии отопления в подмосковном Подольске рассказали всей России. Десятки тысяч жителей города остались без отопления через неделю после того, как Подольск получил награду «Прорыв года» на градостроительном конкурсе. Без тепла в течение нескольких дней были 176 домов, поликлиника и 20 школ и детсадов. В другом подмосковном городе «Электростали» жители дома, оставшегося без отопления, жгли костры на улице, чтобы согреться. Затем крупная авария с отоплением случилась в Новосибирске. А затем последовал грандиозный прорыв года в Липецке, где без тепла осталось почти 300 домов. Вице-премьер Марат Хуснулин, курирующий отрасли строительства и ЖКХ, пообещал, как пишет РИО, разогнать модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Буквальная цитата. «Как мы разгоняли программу строительства жилья, мы также планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой». Далее вице-премьер заявил о намерении собирать схему возвратных инвестиций. Статью в РИО пересказывать нет смысла, с ней можно ознакомиться по ссылке. Добавлю лишь комментарий под этой статьей. Цитирую его без опасения и зазрения совести, поскольку, повторюсь, речь идет об официальном государственном информагентстве. Вот этот комментарий. Если в России сегодня и надо что-то разогнать, то это самого Хуснулина вместе с понаехавшими сюда с его благословления среднеазиатами. Но я думаю, что все это слишком радикально. Есть другой вариант. Попросить группу разработчиков из Донского государственного технического университета срочно завершить работу над игрой в традиционной ценности. И в принудительном порядке обязать играть в нее и строить город всех чиновников страны. Если город начнет загибаться, если хоть один житель уедет в поисках лучшего места, гнать поганой метлой, помогать дворникам чистить дворы, а не собирать схемы возвратных инвестиций. Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в правдомы. А пока россияне жгут костры, а технические университеты страны ваяют игрушки, в Думе заняты решением другой, по-настоящему важной зимней проблемы. В начале зимы вышло сообщение партии «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов выразил недоумение заявлением начальника ГИБДД Михаила Чернякова о неприменении штрафа за летнюю резину зимой. Странная во всех отношениях история, считает Миронов. Действительно странно, подумали россияне. Ну как это можно не штрафовать, когда можно штрафовать? В общем, в Госдуме сочли, что Министерство внутренних дел должно отчитаться, на каком основании оно решило хотя бы за что-то не штрафовать россиян. По мнению лидера «Справедливой России», только это исключит, цитирую, «произвол на дорогах». И с этим трудно не согласиться. Ну разве обязательность зимней резины не главная угроза жителям виртуального города? Если без отопления остались сотни домов в нескольких городах, пора начинать собирать схему возвратных инвестиций. А вот если дядя Вася из пятого подъезда не осилил купить в этом году подорожавшие зимние шины, вот это настоящий произвол. Это как его? Волюнтаризм? А вообще, если посмотреть на текущие российские проблемы и на предлагаемые решения, завоз кенийцев, советы шамана и создание онлайн-игры, то можно прийти только к одному выводу. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Финверсия» и специальный канал «Тысяча и одна секунда об экономике» на платформе YouTube, а также на наши каналы на платформах Telegram и Dzen. И всегда рад видеть вас в числе подписчиков моей страницы ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok